Всем привет, дорогие друзья! Давно не виделись, вот уже и новый сезон стартовал, уже и первая победа одержана, много всего произошло, наверное, многое вы хотели на ютубе обсудить, но так получилось то, что ремонт июньский и моя врожденная лень не позволила мне записывать видео по всем событиям, которые происходили. Уход Глушенкова, уход Мирончука, встреча с болельщиками от руководства Локомотива, на которой я присутствовал, был еще товарищеский матч с партизаном, на который я сходил, и, наверное, по всем этим вещам можно было записывать какие-то отдельные ролики, но, честно говоря, желания не было никакого, да и в некоторых случаях возможности не было никакой, но сезон есть сезон, Локомотив обыграл Акрон, и уж про это мы с вами обязательно поговорим. Но, естественно, мы не можем не обращать внимания на те изменения, которые прошли в Локомотиве, потому что они прямо влияют на то, что мы, собственно, сегодня и увидели в матче против Акрона, ну, для меня сегодня, для вас вчера или позавчера, не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик, но если уж вы его смотрите, то, ну, как обычно, лайкосик, подписочку и комментарии можно оставить, я все почитаю, все отлайкаю, все, что мне понравится, все, что мне не понравится. Я закачу глаза и пропущу мимо своего внимания. Естественно, главная проблема у Локомотива, которая есть, это уход двух центральных полузащитников, которые фактически строили игру Локомотива в прошлом сезоне. Это Антон Миранчук и Максим Глушенков. У Максима Глушенкова не было какой-то определенной позиции на поле, он блуждал по всему полю, в основном справа, в центре, в штрафной, иногда оттягивался очень сильно в глубину. Ну, а Антон Миранчук как раз вот тянул мяч вперед, очень часто протаскивал его со своей половины на чужую, делал какие-то передачи, ну, в общем, от него зависело очень многое. И уход сразу двух таких футболистов, по факту даже трех, потому что еще Рифа Джамалединов, который выходил на замену вместо одного или другого футболиста, вместо либо Антона, вместо Глушенкова. Но не будем его считать, потому что, наверное, сложно говорить про какой-то серьезный вклад Рифа Джамалединова именно в построении игры. Да, он забил пять голов, несколько очков нам принес и все такое, но именно важность Рифа Джамалединова для Локомотива, она, наверное, чуть ниже на ступень, на две, на три, чем важность Миранчука и Глушенкова. Что делает Михаил Галактионов? Михаил Галактионов еще в конце прошлого сезона переходит на схему в три центральных защитника. Тогда это было ситуационно, по ходу матча мы переходили на схему в три ЦЗ. В новом сезоне схема с тремя центральными защитниками выбрана как базовая. Меня это очень сильно радует. Я и в прошлом году много говорил о том, что Локомотиву надо играть по схеме с тремя центральными защитниками, с латералями, с двумя нападающими, с большим блоком полузащитников. И говорю об этом сейчас, и то, что я сегодня увидел в матче с Акроном, только подтверждает мою мысль, что действительно для большинства игроков Локомотива схема с тремя центральными защитниками, она, ну, более удобна, чем 4-2-3-1, чем 4-3-3, чем 4-1-4-1, которую мы тоже пробовали на сборах, только на прошлых, на зимних. Ну и, собственно, вот первый матч и одержали победу над Акроном. Давайте теперь подробнее поговорим, что конкретно изменилось в Локомотиве, и почему я считаю, что схема 3-5-2 для Локомотива сейчас гораздо более удобна. Перед матчем в своем телеграм-канале я написал о том, что меня очень тревожит матч с Акроном, потому что Локомотив традиционно тяжело вкатывается после межсезонья в первые туры. У нас не очень хорошо бегут ноги, у нас не очень хорошо отлажены внутрикомандные механизмы, как мы выходим из обороны в атаку. Меня вообще не порадовал матч с Партизаном, я был на стадионе, и, ну, это было мучение. Не такое, конечно, как смотреть матчи сборной Англии, но все равно тоже довольно мучительно смотреть на Локомотив, который пытается что-то придумать, пытается как-то выйти в атаку, но у него вообще ничего не получается. А против него играет Партизан, на который, ну, в принципе, довольно приятно посмотреть. Пасики в касании, центр поля проходит, розыгрыши через два на третьего, какие-то забросики на фланге. В общем, Партизан играл приятно глазу. Да, они там забили один гол после ошибки Фасона, но, тем не менее, Партизан был командой играющей, а Локомотив был командой мучающейся. И мне казалось то, что матч с Акроном тоже будет очень сильно мучительный для Локомотива. Но при этом очень важно было в этом матче победить, потому что проиграй команда, потеряй очки, даже если вы в ничью сыграли, сразу посыпался, бывал, комментариев от экспертов, комментариев от болельщиков, что да, вот вы там лидеров отпустили, теперь даже Акрона обыграть не можете. Было интервью Баринова резонансное, в котором тоже видно, что Барретт не особо верит в тот коллектив, который вокруг него собрался, что этот коллектив способен бороться за чемпионство. И это тоже бы все как снежный ком наматывалось, наматывалось, и мы вполне могли бы упасть в пике, как было с немцами, когда тоже один тур не очень хорошо, второй, третий, пятый, очки вроде нормально играем, очки не зарабатываем, и игроки уже перестают верить и в тренера, и в то, что они делают, и в своих партнеров, и вообще во все на свете перестают верить, и перестают делать какие-то адекватные вещи на поле. Мы все это уже проходили, поэтому очень хотелось, чтобы с Акроном такой ситуации не повторилось, и чтобы Локомотив всеми правдами и неправдами очки выгрос. Ну, тем более, что все-таки Акрон команда не самая сильная, новичок, только что пришел из ФНЛ, понятно, что им нужно будет ко всему привыкать, к скоростям, к интенсивности, к объемам работы на поле. Ну и, кстати, было видно то, что Акрон пока далек от того, чтобы все 90 минут играть в хороший свой футбол. Эпизодами они показывали, там 10-15 минут в каждом тайме у них удавалось контролировать мяч, проводить какие-то интересные атаки, но было видно, что как только на них наседают, как только заставляют играть чуть-чуть побыстрее, у них начинаются ошибки, у них начинается тупняк. Только одного вратаря Акрона мы два раза за матч умудрились накрыть. К сожалению, мяч ни разу не отлетел в ворота, но вот факт. Я думаю, что мы за весь прошлый чемпионат ни разу вратаря не накрывали, а здесь аж два раза получилось, но тоже вот небольшой штрих к тому, что пока футболисты Акрона не могут действовать на той скорости, которая нужна в российской премьер-лиге. Но стараются играть в приятный, в интересный футбол, но пока не получается. Локомотив вышел по схеме 3-5-2, и в той интерпретации, которую использует Михаил Галактионов, у нас нету вот ярко выраженных каких-то фантазист, тех, которые двигают мяч вперед, которые придумывают атаки, сооружают атаки. То есть вот у нас нету позиции для Антона Мирончука, у нас нету позиции для Максима Глушенкова. У нас три центральных защитника. Слева направо это Сельянов, Немси и Морозов. Много очень по этому матчу ругают Морозова. Я, честно говоря, вообще не согласен. Немси вообще очень хороший матч провел на мой вкус. Да, тоже знаете, что я не большой поклонник таланта Немси, но этот матч определенно один из хороших, добротных от Жорзино. Но практически не было никаких ошибок, да, там где-то, может быть, в центре поля с передачкой ошибся, но это у всех бывает. Но в единоборствах был хорош, там, где не был хорош, потом добегал, дорабатывал и исправлял свои ошибки. В общем, молодец. И, ну, такого Жорзино, в принципе, хочется видеть в Локомотиве. Вот. Но много ругают Морозова. На мой взгляд, один из самых активных футболистов в составе Локомотива. И если были какие-то ошибки в игре обороны, ну, они, естественно, были, учитывая, что мы два гола пропустили, два раза мяч попадал в каркас наших ворот, и было подозрение еще, как минимум, на один пенальти. Второй, вот там, где Морозова двумя руками толкали, я думаю, что вообще нет смысла обсуждать. Но вот там, где Немси всовывал ногу и, ну, какой-нибудь безбородов вполне мог бы свистнуть и показать фолл, ну, да, такое, наверное, было. Так вот, проблемы наши в обороне, они связаны не с индивидуальными ошибками, не с тем, что кто-то из защитников лажал и кто-то сыграл плохо, а с тем, что пока команда не очень понимает, как играть в три центральных защитника, кому выдвигаться, кому страховать, какие расстояния держать между игроками. Не очень понимают, как с этой тройкой центральных защитников играют крайние защитники нашей латерали, потому что они оба поднимались очень высоко. Вот, например, второй гол, как мне кажется, вот с той точки, с которой я понимаю схему 3-5-2, когда у тебя Максим Нинахов поднялся очень высоко для того, чтобы попробовать остановить атаку в зародыше, Наир Текнезиан должен опускаться вниз, чтобы, если что, добежать, подстраховать и стать четвертым защитником. Но мы видим то, что и Максим Нинахов высоко, и Наир Текнезиан высоко, и при этом Дмитрий Баринов высоко, Кропукаса вообще нигде нету, Батраков где-то в атаке. Ну, то есть, как бы, пока схема с тремя центральными защитниками не отлажена именно в той ситуации, когда нужно перестраиваться, обороняться. Это все придет только с опытом, с наигрышем. Понятное дело, что когда команда играла годами схему с двумя центральными, перестраиваться на тройку в одно мгновение по щелчку пальцев просто не получится. Ну и, соответственно, ошибки были и будут, но для меня гораздо важнее, что эти ошибки не косячные, не индивидуальные. Не то, что мы там постоянно какие-то широкие пространства оставляли, куда вбегали игроки Акрона, куда шли передачи. Такое было в прошлом году, помните, те матчи начала года, когда и Рубин, и Урал, и Факел, и Крылья Советов нас и ЦСКА разрывали. Просто потому, что, ну, наша оборона играла плохо именно индивидуально. Здесь, ну, перестроение есть перестроение, нужно подождать. Я уверен, что схема с тремя центральными защитниками для Локомотива подходит. И футболисты, которые у нас есть, тоже для схемы с тремя ЦЗ вполне себе хороши, потому что и Морозов может пойти вперед, Сильянов может пойти вперед и, соответственно, помочь атаке, чем они и в этом матче, кстати, делали. В основном Женя Морозов, Сильянов чуть меньше. У Сильянова, наверное, матч не получился. Но, опять же, у меня никаких сомнений в том, что Сильянов умеет играть в футбол, умеет играть в тройке центральных защитников. У меня лично вообще не возникает, поэтому, ну, просто нужно чуть-чуть подождать. Опять же, прекрасно знаем то, что Локомотив при Галактионове в первых турах, ну, точно не играет на максимуме своих возможностей. Скорее, это где-то 50%. И даже вот эти 50% сегодня были очень и очень симпатичными. Соответственно, про тройку центральных я рассказал. Слева играл Технезиан, справа играл Максим Нинахов, потом его заменил Самошников. Технезиана заменил Салтыков, и мы перешли вообще на какой-то гибрид странноватый, потому что Салтыков часто уходил вверх. Под него спускался Батраков, иногда Сильянов левым защитником отрабатывал. Ну, в общем, там уже концовка матча. Было просто дотянуть до конца, может быть, убежать в какую-то контратаку на скорости Салтыкова, на его технике, что-нибудь придумать. Не получилось, но и у наших ворот тоже, в общем-то, никаких серьезных опасностей не возникло. Ну, кроме момента, когда Морозова подтолкнули в спину. Чем еще хороша схема 3-5-2? В том, что теперь мы играем трио центральных полузащитников. Если у нас раньше было два ярко выраженных опорника и центральный полузащитник, да, то есть опорники должны были отнять мяч и отдать вот этому центральному полузащитнику, который дальше будет мяч тянуть вперед и что-то придумывать. Из-за этого у нас вот эти вот опорники, там, Крапукас и Баринов, или Баринов и Батраков, или какие-то другие сочетания, которые у нас тоже были в прошлом сезоне, там, Мардишвили, если помните, такого футболиста тоже пару раз появлялся. У нас получался дисбаланс. Мы очень сильно зависели от того, пойдет игра у атакующего полузащитника или не пойдет игра у атакующего полузащитника. Вот эти вот опорники вперед ходили очень редко и, ну, реальной угрозы для чужих ворот практически не создавали. Их задача отобрать мяч, отдать ближайшему игроку. Сейчас эта ситуация немного меняется. У нас есть один опорный полузащитник, причем в этой тройке это может быть кто угодно. Вот конкретно сейчас играли Крапукас, Баринов и Батраков, и на позиции опорника вот этого единственного оказывался то Крапукас, то Баринов, а ситуационно и Батраков туда уходил, особенно в концовке, когда мы заменили Крапукаса на Сарвелли. Сарвелли ушел играть повыше, но ему все-таки в обороне тяжеловато. И уже Батраков сел и часто начал играть в обороне. Это очень хорошо, взаимозаменяемость, универсальность, все очень-очень здорово. И главное то, что все эти игроки могут ходить вперед, могут помогать атаке, из-за этого у нас больше народа в этой самой атаке участвует. Два латерали, которые постоянно бегут вперед, два нападающих, два центральных полузащитника. Иногда один из центральных защитников может двинуться вперед, особенно часто Евгений Морозов это делал. Так что, на мой взгляд, опять же, для нашего подбора футболистов это очень даже неплохо. У нас есть, например, Тимофеев, который может занимать роль якорного опорника. Я думаю, что сегодня, опять же, немного не хватило нам такого человека. Но в дальнейшем, я думаю, что Тимофеева мы на поле увидим. Понятное дело, что игрок не основного состава, но как человек помощи, подыгрыша и где-то в концовке засушить, обязательно нам поможет. И у нас есть игроки, которые могут выйти в центр поля. Сорвелли, Батраков, Баринов. Да я думаю, что и Пеняев, и Салтуков тоже, в принципе, при необходимости центральных полузащитников сыграть могут. Да и Вадим Раков тоже даже в товарищеских матчах на этой позиции появлялся. В общем, ни один из них не является какой-то фантазистой, ни один из них не является каким-то вот ярко выраженным центральным опорным, который отбирает мячи, ну, кроме, наверное, Тимофеева. Так что вот они все что-то где-то понемногу умеют, и вот для них гораздо удобнее будет играть в тройке центральных полузащитников. И остались у нас два нападающих, у каждого из которых тоже есть своя задача. Один — это Дмитрий Воробьев, по нему поговорим еще отдельно, но вот именно в схеме Дмитрий Воробьев играет рядом со штрафной и внутри этой самой штрафной. Он не отходит куда-то там на фланге, куда-то в центр поля для того, чтобы собирать мячи, как это, например, часто делал Дзюба, как это часто делал Тимур Сулейманов в прошлом сезоне. Ну, когда у тебя 4-2-3-1, один нападающий тебя должен играть более-менее широко. 3-5-2, соответственно, у тебя есть возможность одному из нападающих дать возможность просто играть рядом со штрафной, собирать мячи, откликаться на передачи, бить по воротам и угрожать вот непосредственно чужим воротам. А вот второй нападающий, у него роль как раз вот такого фантазиста, который играет по всей ширине поля. Вот куда хочет, туда и уйдет. Сегодня таковым со старта был Сергей Пеняев. Его постоянно тянуло на левый фланг, потому что, ну, знает, как играть на левом фланге. Но появлялся он и справа, появлялся он и по центру. Гол, соответственно, забил по центру и второй гол забил по центру. В общем, ну, это вот поле деятельности для Сергея Пеняева. И опять же, я уверен, что для Сережи это гораздо-гораздо удобнее, чем играть там левого вингера в 4-2-3-1, где у тебя конкретно есть позиция, где ты должен играть слева, где ты должен отрабатывать в обороне. В общем, ну, я уверен, что сейчас мы увидим совершенно другого Сергея Пеняева, гораздо более активного, берущего на себя игру, находящего пространство, находящего мяч. И вполне возможно, весь негатив, который был к Пеняеву по прошлому сезону, улетучится, потому что Сережа футболист неординарный, с очень хорошей взрывной скоростью, против которого тяжело играть. И сегодня он это продемонстрировал. Семь ударов за матч нанес человек, хотя его там заменили, по-моему, самым первым. Да, то есть даже не за матч, а за час, по-моему, игры. В общем, крутой матч и, наверное, один из лучших у Сергея Пеняева за локомотив. В общем, так мы играем. Вот такая вот интерпретация схемы 3-5-2 у Галактионова. И первые 10 минут локомотив как будто продолжение игры с партизаном показал. Ничего не получается. Акрон особо не прессингую умудряется блокировать все наши выходы из обороны в атаку. Но затем начало проклевываться. Одна атака, вторая, один подход, второй подход к штрафной. Потом уже начались удары опасные. Потом уже гол пришел, потом второй гол пришел, который отменили, к сожалению, из-за того, что Пеняев непосредственно после того, как сыграл рукой в центре поля, буквально за 2 секунды добежал до чужих ворот и забил гол. Если бы каким-то образом он ушел на фланг, сделал с фланга передачу в центр и там, допустим, Воробьев замкнул, этот гол бы засчитали. Но из-за того, что Пеняев сам себе подыграл рукой, ну, мяч попал в эту самую руку и сам пробежал и забил, такие голы, к сожалению, сейчас отменяются. Но буквально тут же после этого мы пропустили. И много-много на оборону локомотива сейчас критики несется. И отчасти я с ней согласен, но я лично понимаю то, что, во-первых, мне нравится это сочетание игроков. Я уверен, что Морозов, Немси и Сильянов это вполне себе рабочая связка из трех центральных защитников. На место Сильянова, в принципе, можно ставить Фасона, можно ставить Мите, можно ставить еще кого-нибудь, Погостного какого-нибудь. Да, но вот Морозов, Немси мне нравится, как играют. Сильянова можно использовать как правого латераля, как левого латераля. Но, в общем и целом, есть, опять же, вариативность, есть кого использовать на этих позициях. Сегодня Сильянов сыграл похуже, но не факт то, что те, кто могли прийти ему на замену, сыграли бы лучше. Потому что Фасон, например, откровенно провалил матч с партизаном. Из-за него пропустили гол там. Если посмотрите хайлайт, увидите, ну, не знаю, прям очень неприятно удивил Фасон, пропустив мимо себя клона Фермина. И что, наверное, еще хуже, у Фасона не получались передачи. То, за что я люблю Фасона, то, за что я очень хочу, чтобы Фасон был в стартовом составе локомотива, это его волшебная левая нога, это его умение найти людей между линиями, это его умение сделать длинную передачу, перевести мяч с левого фланга обороны на правый фланг атаки. Но вот в матче с партизаном, ну, прям, не знаю, 3 из 5 передач Фасона были сопернику. Прям ужасно. Поэтому я прекрасно понимаю, почему выбор Галактионова на этот конкретный матч пал на Сельянова. Но, правда, Сельянов тоже не порадовал, и тоже у него были проблемы с передачами. Ну, видимо, это вот наш потенциал к усилению. Первый гол, наверное, я бы сказал, что это больше случайность. Неординарная игра Эльдурашева, который скинул себе мяч за спину. Не прочувствовали это снова опорники. Опять же, та самая история, про которую я говорил, что пока не хватает сыгранности, пока не чувствуют наши опорники, когда им нужно к этой тройке защитников прибегать и помогать выбивать мячи. Поэтому два центральных защитников убежали за Эльдурашевым, тот скинул назад. Морозову пришлось блокировать каким-то образом удар с Салтмурада Бакаева. Не получилось. Это не, опять же, не какие-то системные ошибки. Здесь могу только похвалить то, как здорово сыграли футболисты Акрона. Я думаю, что не часто у них такие комбинации будут проходить в дальнейшем. Потом мы забиваем второй гол и, казалось бы, вот все хорошо у Локомотива. Прекрасно сыграл Батраков. Классная передача Дмитрия Баринова. Опять же, да, говорим про то, что вот теперь у нас центральные полузащитники могут ходить вперед. Они могут определенную опасность в чужой штрафной представлять. И Дмитрий Баринов пасует один центральный полузащитник внутрь штрафной на другого центрального полузащитника. И Леша Батраков в прекрасном просто подкате перекидывает мяч через вратаря. Не устаю удивляться футбольному интеллекту этого футболиста, потому что, ну, 9 из 10 футболистов просто попробуют как-то на силу в падении пробить по воротам. Батраков понял то, что вратарь выходит и нужно подсечь мяч. И мяч в сетку ворот влетает. Сразу после этого пропускаем второй. И вот это, наверное, самая прям отчетливая иллюстрация того, насколько наши футболисты пока не готовы играть 3-5-2. Насколько большие разрывы в линиях, насколько не хватает концентрации, насколько нет автоматизма в действиях. Да, то есть даже когда у тебя не совсем хватает концентрации, да, не хватает сил, но у тебя есть автоматизм. И ты понимаешь, что тебе надо бежать туда, бежать сюда, бежать здесь, но вот автоматизма у нас никакого нету, концентрации не хватило, сил тоже не хватило. И было видно то, что, да, там Пеняев попросил замену, Воробьев попросил замену, Текнязян попросил замену. Не хватало сил футболистам на интенсивную игру, которую требует Локомотив. И видно, что, опять же, будем, будем доходить по ходу сезона, через месяцок приходить и увидеть Локомотив в добром здравии. Ну а пока будем через тернии к звездам прорваться. Следующий матч у нас тяжелый с Динамо. Наверное, надо сказать, обещал, анонсировал пару слов про Дмитрия Воробьева, потому что, наверное, это для меня самое главное впечатление матча. На бусте у меня выходил ролик про Дмитрия Воробьева, я ознакомился с ним по нарезке, и мне прям совсем не понравилось. Прям, ну вот, ничего человек не мог сделать того, что я от него ожидал. Да, ожидал я от него действий девятки, вот того, что у нас сделал Тимур Сулейманов, того, что у нас сделал Артем Дзюба, цепляться за мячи, грамотно раскидывать их там по флангу, помогать атаке и где-то там откликаться на передачу в штрафной. Вот я смотрел нарезку и, ну, ничего не видел. Галактенов находит ему роль рядом со штрафной, и в этой роли Дмитрий Воробьев очень органично смотрится. У него есть дриблинг, он неплохо раскачивал защитников Акрона, бил поворотом. Один удар пришелся в штангу, один опасный удар пришелся мимо ворот, и один удар, собственно, закончился голым. Опять же, прям слова, ну, не то что восхищения, но все в техническом исполнении, все было сделано идеально, хотя потом Воробьев еще в интервью сказал, что у него ноги сводило. И, ну, он, этот рывок был последним для него в матче, он больше ничего не мог сделать. И тем не менее, посмотрите, насколько идеально он разворачивает стопу. Он играет левой ногой, той как, той единственной ногой, которой этот мяч нужно играть, чтобы он влетел в сетку. Опять же, многие футболисты, там тот же Сергей Пеняев попробовал бы подставить правую ногу, а когда ты под вот такой вот прострел с левого фланга подставляешь правую ногу, очень велика вероятность то, что мяч полетит куда-нибудь в угловой флажок. Нет, нужно разворачивать корпус, нужно ставить левую ногу, и от левой ноги мяч сам в ворота влетает. Воробьев огромная умничка. Но еще больше этого гола меня порадовало то, как он понимает футбол. Помните, зимой я несколько раз сокрушался, что Тимур Сулейманов это не тот нападающий, который подходит для команды, борющейся там за первые места. Потому что, ну, при всей моей любви к Тимуру, футбольного интеллекта в нем, ну, меньше, чем там в Антоне Мирончуке, в Максиме Глушенкове. Он, ну, он про другое. Он про навязать борьбу, про побороться, про, там, задолбать защитников. У него за, там, 30 минут или, там, за 25 минут матча, этого матча, в котором он вышел против Акрона, у него столько же единоборств, сколько у остальных игроков Локомотива. Там выделяется Жорзинонни МС, по-моему, с 20 единоборствами. У Тимура Сулейманова за полчаса с позиции нападающего 13 единоборств. Вот это вот его игра. Да, помешать, где-то вот под кожу влезть. Но в футбольном плане, вот в футбольном интеллекту, у него немножечко не хватает. Не в обиду, такие футболисты тоже нужны, важны и могут приносить пользу. У Воробьева футбольный интеллект есть. Он понимает, как в футбол вообще играется, куда нужно делать передачи. И, собственно, он эти самые передачи делал на Пеняева. Одна голевая, одна, там, передача внутрь штрафной, когда Пеняев не попал в ворота. И еще там несколько таких же неплохих передач, правильных по мысли, по скорости, по темпу исполнения. Все вообще огромный молодец. Но при этом, да, он вообще не играет по ширине поля, он не сваливается на фланги, он не ходит в центр. Если он там где-то в центре борется за мяч, ну, это выходит как-то, ну, криво-косенько на уровне, там, Вадима Ракова. Вообще не Тимур Сулейманов, не Артем Дзюба. Но это и не надо. Его задача быть рядом со штрафной. Его задача забивать голы. Я на стриме сказал то, что я, ну, вот, хочу, чтобы Дмитрий Воробьев забил примерно 15 голов в этом сезоне, считая кубок. И я считаю, что это вполне допустимая планка. Та планка, до которой он может дотянуться. Потому что, скорее всего, в этом сезоне у нас нападающий действительно будет много голов забивать. Мы действительно будем много на него играть. И посмотрим, посмотрим. Первый гол он свой забил. Свою статуэтку лучшему игроку матча заслужил полностью. И видно по комментариям болельщиков то, что, ну, если по матчу с партизаном царил скепсис, и от меня в том числе. Если все комментарии были усыпаны, кого мы купили, где усиление, давайте нападающих. То первый же матч, и люди приняли Воробьева. Воробьев еще после матча там с Мегафоном поорал только лог, только победа вместе с болельщиками. Ну, в общем, такие футболисты, я думаю, локомотиву действительно пригодятся. И не зря Галаксионов на встрече с болельщиками несколько раз напирал на то, что приобретение Воробьева это прям то, что нужно. И локомотиву действительно такого форварда не хватало. Посмотрим. Пока не будем далеко загадывать. Один матч, это один матч. Тем более против Акрона. Команда, еще раз говорю, не хватающая звезд с неба. Только-только вышли в РПЛ. Состав такой себе. Но, тем не менее, этот матч был неплохим. Посмотрим на расстояние там в 5-6 матчей. И уже будем делать какую-то предварительную оценку. Потому что в любом случае оценку можно делать только по окончании сезона. Ну, наверное, там зимой какую-то оценку. И по окончанию сезона уже окончательную оценку. А то Максим Глушенков, наверное, зимой вряд ли бы таких оваций заслуживал. Каких заслужил в итоге в мае. И 6 миллионов евро от Зенита. Собственно, наверное, все, что я хотел сказать про эту игру. Мне понравилось. Это было весело. Мне понравилось то, что локомотив стал гораздо менее зависим от каких-то конкретных исполнителей. Да, с какой ноги встанет Антон Миранчук, с какой ноги встанет Максим Глушенков. Мы стали более системными. Я очень этого хотел. Потому что, на мой личный взгляд, в чемпионатах побеждают системные команды. Команды, которые не зависят от конкретных исполнителей. Локомотив сделал шаг в эту сторону. Наверное, вынужденный. Галактионов точно не хотел делать шаг в эту сторону. Но если все получится, если команда научится играть в 3-5-2, если она поверит в себя. Если мы найдем еще пару креативных ребят, как сегодня Глушенков, как сегодня Галактионов сказал, что ждем к сентябрю еще одного-двух новичков, которые дадут качество. То, в принципе, я не вижу ничего плохого, что бы произошло с Локомотивом в этой межсезонье. И уж точно у меня нет никаких упаднических настроений, которые царят в среде болельщиков. Это будет непростой путь. Но в этих ребят хочется верить. Эти ребята сегодня очень задорно играли. Очень приятно играли. Я получил кайф от этой игры. И это приятно. Все. До новых встреч. Через неделю сыграем с Динамо. Это будет игра потяжелее. Хотя Динамо сегодня тоже забило 3 головорота факела абсолютно мертвого. И решило, что можно больше не играть. Удалился Фомин, чем серьезно облегчил нам задачу через неделю. Но все равно Динамо, понятное дело, что это соперник совершенно другого уровня, совершенно другого класса, чем Акрон. Поэтому нужно будет все-таки не терять концентрацию и играть с первой до 90 минуты. С вами был Тим. Пока.